Марморис Марморис можно назвать городом воды. Ласкового синего моря, чарующих фонтанов, интересных морских легенд и множество достопримечательностей. Это небольшой курортный город на юго-западе Турции, расположенный на побережье Эгейского моря. Местных жителей там совсем немного, всего около 95 тысяч человек. Марморис известен своими чистыми пляжами, красивой природой и развитой инфраструктурой. Город недаром называют «морская жемчужина». Это истинная сокровищница красоты и бескрайнего моря. Городские улицы чистые и ухоженные. Повсюду растут пальмы, эвкалипты и другие экзотические деревья, создавая приятную, освежающую атмосферу. Обратите внимание на уютную набережную с бесчисленными яхтами у берега. Море в Марморисе теплое, чистое и синее, а яхты, качающиеся на волнах, добавляют красоты пейзажу. Вдали виднеются горы, окутанные голубой дымкой и покрытые лесами. Набережная Мармориса застроена невысокими двухэтажными домиками в современном стиле. Здесь же расположены многочисленные кафе, рестораны, магазины и сувенирные лавки. Вдоль набережной можно увидеть множество лодок и яхт, на мачтах которых трепещется турецкий флаг. В Марморисе идеальный климат, которым могут насладиться туристы и отдыхающие. Погода зависит от сезона. Летом здесь жарко и солнечно, с температурой воздуха около 30 градусов Цельсия. Море прогревается до 26-28 градусов, что делает его идеальным для купания и других водных видов спорта. Осенью и весной погода в городе более мягкая, с температурой воздуха около 20 градусов Цельсия. Море также остается достаточно теплым, чтобы купаться. А вдоль городских аллей весной цветут экзотические деревья, усыпанные прекрасными розовыми и ярко-красными цветами. Зимой в Марморисе прохладно, температура воздуха около 15 градусов. Море уже холодное для купания, но все же подходит для других водных видов спорта, таких как дайвинг и снорклинг. В Марморисе множество красивейших фонтанов, успокаивающих, отдыхающих мелодичным журчанием падающих струй. Фонтаны города – это не просто журчащие струи воды, но и красивейшие статуи, окружающие водные бассейны. Например, на набережной находится фонтан с фигурками играющих детей. Фонтан представляет собой ступенчатый каскад, по которым сбегают струи воды. Наверху установлены фигурки детей, играющих с воздушными шариками. Вода в фонтане чистая и прозрачная, и, падая на ступени, создает приятное освежающее журчание. Архитектура Мармориса отражает богатую историю города. В городе можно увидеть здания, построенные в разных архитектурных стилях – от античного до современного. Старый город Мармориса, расположенный на холме, является одним из лучших примеров османской архитектуры в Турции. Здесь можно увидеть узкие мощеные улочки, мечети, хамамы и другие исторические здания. В центре Мармориса расположены современные здания, построенные в европейском стиле. Здесь можно увидеть отели, рестораны, магазины и другие коммерческие объекты. На набережной города расположены здания, построенные в различных архитектурных стилях. Здесь можно увидеть фонтаны, статуи, памятники и другие достопримечательности. Одним из самых известных архитектурных сооружений города является крепость Марморис, построенная в XVI веке. Крепость расположена на вершине холма, и оттуда открывается потрясающий вид на город и море. Вот мы и дошли до городского фонтана. Старейший фонтан Мармориса, также расположен на набережной. Он представляет собой более крупный фонтан, чем первый. В центре находится прямоугольный резервуар, из которого струи воды поднимаются вверх и затем падают вниз. Вокруг резервуара установлены статуи обнаженной русалки с бабочкой в ладони и рыбака с мальчиком. Все фонтаны Мармориса являются популярными туристическими достопримечательностями. Они создают в городе атмосферу уюта и красоты. Марморис – это город с богатой историей и культурой, в котором существует множество легенд и преданий. Поведаем некоторые из них. Легенда о зловещем пирате Барбароссе. Барбаросса был известным пиратом, который жил в 16 веке. Он был известен своей жестокостью и грабежами. Согласно легенде, Барбаросса спрятал свой огромный клад в пещере недалеко от Мармориса. Некоторые люди считают, что клад так до сих пор и не найден. Легенда о злобном драконе В Марморисе есть грот, который называется Драконьей пещерой. Согласно легенде, в этой пещере жил дракон, который терроризировал местных жителей. Однажды молодой человек по имени Марморис убил дракона, и город был спасен. В честь Мармориса город и получил свое название. Городские легенды придают городу особую атмосферу таинственности и загадочности, и привлекают туристов со всего мира. Огромная статуя пирата находится на набережной недалеко от городского фонтана. Она представляет собой фигуру пирата с саблей в руках. Это бронзовая статуя высотой около 10 метров, которая возвышается над одноэтажными домами. Считается морским символом города. В Марморисе есть и исторические достопримечательности. Это город с богатой историей, которая насчитывает более двух с половиной тысяч лет. На протяжении веков город принадлежал различным цивилизациям, включая греков, римлян, византийцев и османов. В Марморисе сохранилось множество исторических памятников, которые позволяют познакомиться с его прошлым. В центре Мармориса расположены руины древнего города Финики. Город был основан в VII веке до н.э. и был важным торговым центром в античном мире. В руинах сохранились остатки крепостных стен, храмов, театров и других общественных зданий. Увы, Финики не было суждено дожить до наших дней. Город был разрушен землетрясением в I веке н.э. и в память о нем остались лишь знаменитые руины. В центре города, на скалистом мысе, расположен знаменитый замок Мармориса. Он был построен в XIII веке византийцами и служил для защиты города от нападений. В замке сохранились остатки крепостных стен, башен и других сооружений. Этот замок и по сей день является одним из самых хорошо сохранившихся средневековых замков в Турции. Сейчас мы видим статую прекрасной девушки. Статуя девы с голубем находится на набережной недалеко от памятника Ататюрку. Это статуя молодой девушки, держащей в руках голубя, выполненная из белого мрамора. Горожане считают ее символом мира и любви. Марморис сегодня – это современный город с развитой инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха – отели, рестораны, магазины, развлекательные заведения и многое другое. Туристов неизменно привлекает знаменитая улица баров, где происходят самые веселые и увлекательные празднества и вечеринки. Бескрайнее Эгейское море, уютные пляжи, самым романтическим из которых считается пляж Клеопатры и другие достопримечательности. А главное – тихое и уютное спокойствие этого красивейшего турецкого курорта, куда хочется возвращаться снова и снова. Субтитры создавал DimaTorzok